Уважаемые друзья, в нашей стране немаловажной проблемой сейчас является высокая закредитованность населения. По данным Национального банка, количество заемщиков в Казахстане растет с каждым годом. Люди вынуждены обращаться за займами в банке. Кому-то надо оплатить учебу, кому-то квартиру, кому-то лечение. И если, например, на Западе человек берет кредит для покупок, без которых можно прожить, и речь здесь не о процессе выживания, то у нас люди берут кредиты только для того, чтобы дожить до следующей зарплаты. Берут потому, что нет денег на простые человеческие нужды. То есть речь не о роскоши, а о прожиточном минимуме. Задолженность населения по банковским кредитам продолжает повышаться высокими темпами. А размер просрочек и невыплат растет еще быстрее, поскольку люди не в состоянии платить по своим обязательствам. Взятые кредиты превратились в тяжелую и порой даже не по сильную ношу. Человек, который погряз в кредитах, порой кажется, что он попал в замкнутый круг. Нынешняя власть не намерена прекращать это кредитное рабство. Даже наоборот, резко растет доля расходов бюджета на выплаты банкирам. То есть затяжка удавки рабства только приветствуется властью. Они всячески продолжают обирать население, увеличивая поборы, сборы и все остальное. Что касается возможности исправить ситуацию, механизм один – простить всем кредиты. Что и предлагает сделать партия «Алга Казахстан» своей программе. Седьмой пункт – списание всех потребительских кредитов. И восьмой пункт – списание всех ипотечных займов до 30 миллионов. «Алга Казахстан» Субтитры создавал DimaTorzok